Сегодня 23 августа, вторник и вот о чем в выпуске. Благоустраивали да недоблагоустроили. Обновление сквера в первом микрорайоне вызывает недоумение. Видно, что здесь 31 миллион вложено. Чтобы можно сказать, мы потратили 31 миллион рублей и посмотрите, какую красоту мы сделали. Жители нескольких улиц засыпают черным снегом даже летом. Вот такой вот ерундой нас засыпает за ночь. Смотрите, что отвечают виновники этих выбросов. Активные жители участвуют в конкурсе на самый благоустроенный двор. Да-да, хочется похвастаться, что у нас именно хорошо стало. Покажем, где красивое делают сами горожане. Надеюсь, это не главная достопримечательность сквера в первом микрорайоне. Сквер в статусе обнять и плакать, хотя положено быть готовым еще неделю назад. Депутаты, чиновники и эксперты приехали не принимать его, а ужаснуться недоделкам и странностям проектирования. На картинке все красиво, в натуре все иначе. Как-то кусками все, понимаете. Идешь, аллея заасфальтирована, все хорошо. Это наклонившиеся деревья нужно вот так наклоняться. Это что такое? Вопрос ко всем тогда. Тем, кто проектов, кто курировал, какие задачи ставили. Сейчас, когда дело к финишу, вот сейчас мы начинаем тут чесать некоторые части тела. Что же делать дальше? И что мы предъявим жителям? Вам самим нравится? А что мне нравится? Ну вот, вам нравится то, что вы сделали? Да, нравится. Ну, нравится, не нравится, это дело не мое. Есть проектное решение, мы все сделаем по проекту. Мы несем, если бы не понравилось, что я делал. Я бы вчера все по-другому не делал. Неделю назад новый заммэра по ЖКХ Евгений Пенский забраковал работу подрядчика. Замечаний была куча размером вот с эту свалку. В сквере нет урн, скамеек и других малых форм. Все столбы освещения шатаются, словно пьяные. Новый асфальт сразу идет с заплатками. Тогда Пенский дал неделю на доработку и исправление. Новая проверка выявила еще больше огрех. То есть он, получается, даже не закреплен как надо, да? Нет, конечно. Он тонкий. И тоненький, да? Как крестами ложили, так и положили. Ну и, конечно, без наклона действительно его снегом может просто продавить, да? Сломает. И кто их будет чистить? Кто будет чистить? Замечание было переделать асфальт. Ну, вот этот вот заплаточный. А сегодня так и осталось. Вы его не будете переделывать? По свободным условиям, по разным причинам мы получим сделать. То есть асфальт здесь не везде соответствует, да? Вопросы к нам. По данному объекту у нас была всего одна. Когда мы это все смотрим, то что же для тебя были еще две дни, все сделаны. Дни, которые не садились. А еще провалы в асфальте и брусчатке. Контракт в 31 миллион тут осваивает красноярская фирма «Престиж строй». Проверяющим в этот раз был не заместитель мэра, а его подчиненный, директор Центра обеспечения Игорь Цедрик. Судя по интонациям, стелит он мягко. Дает еще неделю. Запросили неделю в срок еще, чтобы переделать. Я правильно говорю, да? До 29-го все сделаете. Асфальт вот когда? Асфальт, а столбы. С теми замечаниями, которые мы вам отразили. Сейчас мы на протокол подпишем. Принимается объект только в полном, в полном, в полном, так сказать, готовности. Частично ничего не принимается. Уже ясно, что и через неделю в сквере будут все те же. Х, Y и другие неизвестные. Первое уравнение с благоустройством пока не решается. Хотя мэрия прибавляет срок и вычитает пени и штрафы. Наталья Сусанина, Алексей Любезнов, телеканал ОСА. У некоторых хачинцев, похоже, руки чешутся разломать поскорее любое новое благоустройство в городе. В прошлом году страдали скверы вдоль Зверева, еще раньше качели на площади Гордыка и в Парке Победы. А этим летом пострадали петунии, высаженные на центральных улицах. На этот раз досталась уже улицы Кирова. Точнее, новые остановки в районе парка «Железнодорожник». Изготовлением новеньких остановок занимается фирма «Ореол». Руководитель организации Андрей Мостовой отмечает, что новый павильон вандалы покалечили практически сразу после установки. Прошла неделя. И выломали щит, который информационный, находится внутри остановки. Заломали угол. Не знаю, с целью кражи, с целью вандализма. Скорее всего, просто вандализм. По словам Мостового, щит уже демонтирован. На его месте появится новый. Однако где гарантия, говорит производитель, что и его вандалы не испортят. О ситуации уже известно подрядчику благоустройства. А особый посыл Мостовой адресует Ачинцам. У меня просто просьба для Ачинца. Вы уважайте труд других людей. Это первое. И второе. Но все-таки, если мы не будем относиться к этому с душой, ну тогда для чего нам вот эта вся красота? На сегодня на Кирово установлено 4 новых остановки. На парке железнодорожник, ЖД вокзале и на железнодорожной больнице. Всего таких будет 10. Как долго нетронутыми останутся они – загадка. Дома для погорельцев строятся с опозданием и ненадлежащего качества. Об этом сообщает прокуратура после проведенных проверок. Прокуроры проехали по всем территориям, где в мае пожары уничтожили жилье, в том числе и побывали в Белом Яру. Новостройки из первой очереди, которые по контракту должны построить к 15 августа, не готовы. В части домов работы выполнены лишь на 70%. Дома второй и третьей очереди, срок сдачи которых 22 и 29 августа, тоже строятся с отставанием от графика. Также прокуратура вскрыла факты выполнения строительных работ, не отвечающих требованиям градостроительных норм и государственных стандартов. На каких именно стройках обнаружен брак, не уточняется. Напомним, после майских пожаров 51 семья белоярцев обратилась за мерами соцподдержки. Строительство новых домов выбрали 35. Сейчас в селе возводится 30 домов. Работают три подрядчика, Крас Альфастрой, Интек и Энергоресурс. Жилье для пяти семей – судебные решения, по которым вынесены в конце июля. Пока не начали строить. Живем, словно в углярке, так о своей жизни говорят жители сразу нескольких улиц. Переулка Элеваторный, улицы Гоголевской и Пушкинской. По словам людей, на их головы сыпется снег черного цвета. Откуда такая аномалия, тем более летом? Смотрите в сюжете. Это видео прислал нам местный житель Михаил. По его словам, такую картину наблюдают не один месяц. Хлопот по дому прибавилось. Смывать непонятные черные хлопья с автомобиля и окон – занятие трудоемкое. С прошлого года, нынче уже, наверное, четвертый раз такое. Вы прям уверены, что это именно с этого? Ну, вечером машина была чистая, утром проснулся на работу ехать, не поехал. По новой перемывать, что ли. Скажите, а вообще в основном когда они дымят? Ну, видимо, ночью получается. То есть днем не стараются, да? Ну, вот они трубы сегодня перед обедом только затопили. С чем связано, как думаете? Ну, может, отходы какие-нибудь сжигают. Дело в том, что Михаил, как и его соседи, живут неподалеку от зерноперерабатывающего предприятия, прямо под трубой. Сергей, чья территория больше всего страдает от черного снега, рассказывает. Сотрудники предприятия говорят, что черные хлопья, словно удобрение для огорода, опасности не представляют. Но Сергей так не думает. Ходишься, ограда вот так засыпана, прям сантиметровым слоем. Вон, кабачки, все, туда вот зайти, посмотрите. Скажите, а вот периодически сколько вы убираете с вас в день? Каждый день утром выходишь и со шланга сливаешь или там, или где-где-где. Ну, что тут, ну как ты уберешь, тут не убираешь, тут дождь пройдет, смоет. Получается, все в ночное время они делают? Да, и они в ночное. Это вот сейчас бы вот сюда бы, если бы он бы дул бы, то бы шли, прямо вот так лохмотья падали. Как что, прямо вот идешь, прям с головы, ну, сметаешь. Скажу откровенно, история как под копирку. Летом прошлого года новости ОСА уже рассказывали про черные осадки. Из-за того, что предприятие перешло с обычного угля на Мекину. Тогда руководство обещало подобного не повториться. Фильтры будут тщательно чистить, а это нужно делать чуть ли не каждый день. Вот что сегодня заявляет главный инженер фирмы хозяин Виктор Ткачев. Ну, что я могу сказать, то есть мы устраним это прямо сейчас, прямо в данный момент. Я могу с вами пройти на территорию, показать вам. А люди на мой не придут? Ну, на ваши я, в принципе, верю. А все-таки, если я не ошибаюсь, чистить надо практически каждый день? Каждый день, да. То есть где-то вот упущение со стороны? Ну, это со стороны работника, значит. То есть он может только грязь. Все. То есть такого больше не повторить? Нет, такого больше не будет, да. Сейчас я пойду накажу, во-первых, всех виновных. Ну, дальше разберусь. Повторится ли такая ситуация снова, пока непонятно. Но, по словам Ткачева, контроль с его стороны над своими работниками будет еще жестче. Анна Ахметова, Алексей Любезнов, Телеканал ОСА. Отдел оптика оптичного центра «Губернские аптеки» Это большой выбор витаминов и капель для глаз, контактных линз и аксессуаров. Очки на любой вкус, ультразвуковая очистка ваших очков. Скидки на линзы защиты от синего цвета и солнцезащитные очки до 30%. Бесплатная проверка зрения и помощь специалистов в подборе именно того, что нужно вам. Отдел оптика оптичного центра «Губернские аптеки» на Кравченко 7А. Субтитры подогнал «Симон» Продается столовая заготовочная на 100 мест. Более 1000 квадратных метров в городе Ачинске на промплощадке «Русал Ачинск». Асфальтированная дорога от шоссе. Стартовая стоимость 3 200 000 рублей с НДС. Вся контактная информация на экране. Ачинский филиал АО «Восток СИП «Промтранс» примет на работу. Составителя поездов, помощника машиниста тепловоза, заработная плата от 40 000 рублей. Возможно обучение. Обращаться по телефону 6 19 15 и 6 19 51. Компания «СИНТ» представляет тариф «Интернет плюс телевидение». 150 мегабит в секунду. Более 100 каналов в высоком качестве. Неограниченный просмотр любимого видеоконтента на Ютуб и ИВИ. И это всего за 650 рублей в месяц. Подробности тарифа узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 56 300. Продается трехэтажное нежилое здание площадью более 5 500 квадратных метров в городе Ачинске на промплощадке «Русал Ачинск». Асфальтированная дорога от шоссе. Стартовая стоимость 14 900 000 рублей с НДС. Вся контактная информация на экране. В Ачинский горы электротранспорт трамвайное управление на постоянную работу требуется механик, водитель трамвая, кондуктор, электромонтер тяговых подстанций женщины, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 401 54 26 или улица Кравченко 40, корпус 1. Вот за такую созданную своими руками красоту Ачинцы могут получить деньги. Это один из дворов в третьем микрорайоне, и его жильцы решили принять участие в городском конкурсе на лучший двор. Как появляется такая красота и что нужно, чтобы принять участие в конкурсе, сейчас расскажу. Все клумбы и деревья во дворе дома 23 третьего микрорайона – дело рук самих жильцов. Уже несколько лет собственники создают красивые уголки, рассказывает зампредседателя дома Дмитрий Людвиков. А вот в этом году жильцы решили еще и заработать на этом. Подали заявку на участие в конкурсе на лучший двор. У нас, я говорю, очень инициативные. То есть для того, чтобы радовался глаз и настроение всегда было хорошее, то есть вот эту вот красоту и наводят. Чтобы было приятно, подъехал, все чистенько, красиво. Нынче еще, даст Бог, по осени планируем, что поставили декоративное ограждение, еще высадить низкорослые кустарники, так, чтобы было очень приятно смотреть. Куда потратят деньги в случае выигрыша жильцы еще не решили, но уверены, что напрасно они не будут потрачены. А вот двор дома 9 третьего микрорайона участвует в конкурсе как раз, чтобы одно из желаний жильцов сбылось поскорее, говорит председатель дома Ольга Черненко. У меня мечта разбить здесь клумбы. Сейчас мы, конечно, садим цветочки и просто садим на газоне цветы. Что можно сделать самим, делали сами, а что не можно сделать самим, обращались в управляющую компанию. Я считаю, что это замечательно, участвовать в конкурсе. Конкурс всегда дает положительные результаты. Садят все, это женщины молодцы. Прямо тут цветов, я сам не ожидал, что такое будет. Хочется тоже не хуже других быть, мы как бы это самое, тоже стараемся. А это уже 25-й квартал, двор дома 3. Председатель дома Владимир Черкасов показывает убранство двора и рассказывает, что в конкурсе двор участвует, чтобы люди видели, как можно самим настрой и красоту во дворе делать. Соседний двор дома 2 жильцы тоже захотели показать адженцам. Своим двором, да-да, хочется похвастаться, что у нас именно хорошо стало, что мне нравится, вот что именно сделали. Люди насадили, все и там, и там. Но здесь вот земля вот на это плоховато, вот цветочки не так, они растут. Но ничего, мы благоустроим, и это будет время, и это сделаем. Конечно, силами только жильцов такие клумбы сложно сделать. Нужна земля, полив и уход. Людям помогает управляющая компания. Все эти дома обслуживает Центр управления МКД. Главный инженер Михаил Балоночкин поясняет, когда узнали о таком конкурсе, сразу проинформировали собственников. А тем, кто пожелал участвовать, помогают с заявками. Самое основное, это не то, что сделать, самое основное, это сохранить и приукрасить двор. То есть мы вот видим, да, что как бы собственники сами садят цветы, уже не ждут, когда там им придет и кто-то сделает. То есть берут и сами все делают. Они хотят жить в красивом дворе, и они тоже к этому прикладывают руку. К каждому двору мы подходим индивидуально, то есть совместно с собственниками. Ну, конечно, стараемся помочь всем, чем можем, и оформлением документов. Пока у Центра управления МКД только четыре дома решили принять участие в конкурсе, говорит Балоночкин. Но время еще есть, и в управляющей компании уверены, что появятся еще желающие. Заявки на участие принимаются до 10 сентября в Центре обеспечения жизнедеятельности по адресу администрации Ачинска, первый этаж, кабинет 1-13. Заявку можно отправить и на электронную почту. Она обязательно должна быть подписана председателем Совета собственников. Итоги мэрия подведет до 20 сентября. Победители в каждой номинации получат по 23 без малого тысяч рублей. За вторые места награда чуть больше 17 тысяч, а за третьи почти по 11 с половиной. Всего две номинации. Дома, построенные до 1990 года и дома, построенные после 1990 года. В конкурсе могут принять участие только те дома, где и есть Совет собственников жилья. Результаты будут опубликованы в СМИ и на сайте администрации Ачинска. Подробности по телефону на экране. Николай Черемных, Алексей Любезнов, телеканал ОСА. В любой ситуации бороться до победного. Это девиз героини нашего сюжета. Несмотря на все тяготы, что ей пришлось пережить, она находит в себе силы двигаться дальше. В общем, история о том, как не сидеть, сложа руки. Я не чувствую себя инвалидом, потому что я такой же человек, только ограничена в движениях. То есть я не могу бегать, прыгать, заниматься какими-то физическими упражнениями такими серьезными. В остальном я не чувствую, что я даже инвалидом. Встретив эту женщину на улице, трудно догадаться, что Ольга Борщ инвалид и передвигается на протезах. Так Ольга живет после того, как в 2005-м потеряла ноги из-за автоаварии. Несколько лет, рассказывает женщина, ушло на то, чтобы справиться с психологическим потрясением и научиться ходить на протезах. Ольга знала, ради чего ей нужно жить дальше. Ходить я училась три года. Это были очень страшные такие вещи. Я и ноги ломала, и падала, и руки ломала. И очень это было... Но меня все время окружали добрые люди. У меня были дети, и надо было дальше жить. Вот я встала на протезы, как бы, ну, освоила. Ну, сейчас я живу, могу работать. Ну, я могу также работать где-то в магазине продавцом. Только вот единственное, что, ну, стоять мне весь день тяжело. Ну вот как раз работу-то и не удается найти, говорит Ольга. После нескольких фраз потенциальные работодатели начинают юлить и хоть и вежливо, но отказываются принимать. Но женщина продолжает верить и искать. Очень большая проблема найти работу, так как при поиске работы, вот вакансию я нахожу, звоню, и люди слушают только слово «инвалид». И сразу появляются отговорки, что, как бы, по технике безопасности не, ну, как бы, не положено. Там еще какие-то... При слове «инвалид» сразу возникают какие-то... Поэтому я сейчас и дала вот объявление, что принимаю товары на реализацию. На пенсию особо не разгуляешься, говорит Ольга, а вот и приходится подрабатывать, торговать на рынке, в основном овощами. Сейчас женщина перебивается заработками, но мечтает о постоянной работе. Ольга хоть и просит ей помочь в поисках, при этом сама помогает людям в трудных жизненных ситуациях. В реабилитационном центре для зависимых, пока родители проходят курс, Ольга читает вместе с детьми и помогает ребятишкам возвращаться к нормальной жизни. Поэтому, если у вас есть желание помочь Ольге с работой, связаться с ней можно через нашу редакцию. Телефон вы видите на экране. Николай Черемных, Наталья Сусанина, Алексей Любезнов, телеканал ОСА. Ну, а у меня рубрика «Полезно знать», где наши телезрители смогут увидеть различные предложения от предпринимателей города. Товары и услуги, о которых полезно знать и вовремя сориентироваться. С покупкой представляю вам компактную вентиляцию нового поколения «Тион Бризер», которая поможет вам дышать полной грудью. Итак, «Тион Бризер» – пожалуй, лучший суперкомпактный приточный очиститель воздуха с эффективной фильтрацией от пыли и аллергенов, защитой от шума с улицы и управлением со смартфона. Это новое поколение компактного устройства приточной вентиляции для проветривания квартиры или офиса. Окна остаются закрытыми, а «Бризер» попадает в помещение очищенной, подогретой до комфортной температуры, насыщенной кислородом воздух. Такая чудо-техника избавит от шума с улицы, пыли, вредных газов и сквозняка, и всего, что мешает, когда мы открываем окна. Монтаж занимает лишь один час, а еще «Бризер» выглядит весьма эстетично. Он включает разные системы очистки – это очищение воздуха от мелких частиц, пуха и пыльцы, и очистки воздуха от запахов. С «Бризером» вы навсегда избавите себя от шлейфа курящих соседей. Цена зависит от комплектации, можно подобрать как более дешевый вариант со стандартным набором функций, так и более модернизированный. «Тион.Эчинск» – это большой ассортимент компактной вентиляции. Хотите знать больше – звоните по номеру на экране. «Тион.Эчинск» – это большой ассортимент компактной вентиляции. «Тион.Эчинск» – это большой ассортимент компактной вентиляции. Подпишите к.Эчинск» – это большой ассортимент компактной вентиляции. С power на экране.